Даже спустя 15 лет удается раскрыть резонансные преступления. Речь о криминальных разборках. В 2002 году в Мордовии в структуре преступного сообщества Юго-Запад действовали две организованные группировки. Одну из них возглавлял Конов, а второй заправлял Блохин. Спустя время началось их противоборство. Конфликт назрел из-за раздела сфер влияния. В результате чего в мае 2002 года было совершено покушение на лидера группы Юго-Запад Коновский Конова. Но попытка устранить лидера противодействующей группировки успехом не увенчалась. Оставлять такое безнаказанным ОПГ не собиралась и ответила практически тем же. Вершить бандитское правосудие решено было над Сергеем Варакином. В тот момент времени являлся одним из первых лиц, если так можно говорить, противоборствующей группой Юго-Запад Блохинский. Руководил процессом известный в то время Владислав Печников. Для совершения нападения он привлек трех участников Коновской группировки. Это Денис Исланов, Алексей Фудин и Евгений Славцов. Утром 19 июня 2002 года, вооружившись двумя пистолетами ТТ, они приехали к дому номер 38 на проспекте 50-летия Октября в Саранске. В целях конспирации они были одеты в черные халаты грузчиков и темные шапочки с прорезями для глаз. Дождавшись его выхода, на глазах у супруги и личного водителя обвиняемые произвели в него не менее 11 выстрелов из пистолета ТТ. Сергей Варакин скончался в больнице, не приходя в сознание. А соучастники преступления скрылись с места убийства на машине. Оружие было спрятано. В настоящее время местных ордений данного оружия не установлено. В тот же день по факту убийства группы лиц с сопряженным с бандитизмом и по факту незаконного оборота оружия было возбуждено уголовное дело. Его главные фигуранты были задержаны. Однако тогда следователям и оперативникам не удалось собрать железные доказательства и подозреваемых отпустили. В августе 2017 года в результате изучения представленных МВД по республике Мордовия доказательств, полученных в ходе проверки вновь открывшихся обстоятельств, предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено. За эти долгие 15 лет фигуранты уголовного дела успели побыть в местах лишения свободы по другим эпизодам, выйти оттуда и обзавестись семьями. Но воспоминания тех криминальных разборок остались с ними. В результате совместной работы подразделений МАБОП, уголовного розыска регионального МВД и Следственного управления Следственного комитета России по республике Мордовия, лица, совершившие убийство и организатор преступления были установлены. В одно и то же время оперативники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью республиканского МВД и следователи СКА при силовой поддержке бойцов Росгвардии нагрянули в квартиры обвиняемых. Уже в ходе следствия Евгений Славцов добровольно выдал пистолет ТТ. Оружие с пустым магазином было завернуто в пакет и прикапано в лесополосе на улице Фурманово-Саранске. Экспертиза показала, что убивали в Аракина не из-за этого оружия. По словам Славцова, выданный им пистолет принадлежал одному из участников ОПГ Юго-Запад, который погиб в 2002 году. Что же касается руководителя того нападения Владислава Печникова, то он уже отбывает 19-летний срок за организацию преступного сообщества. Его уже этапировали из Оренбургской области в Мордовию. Скорее всего, его ждет новый срок. А вот удастся ли привлечь бывшего лидера Конова к ответственности, неизвестно. Мужчина находится в федеральном розыске. Обвиняемые по уголовному делу вину признали в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено, после утверждения введенного заключения, направлено в Ленинский районный суд города Саранского для рассмотрения по существу. Анастасия Семышева, Александр Данилов. Программа «Происшествие». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова